Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. В этом году Евгению Степановичу, имя которого носит наша библиотека, исполнилось 110 лет со дня рождения. Мы продолжаем нашу ставшую уже традиционной рубрику юбилейный каковинский календарь, в которой рассказываем вам о книгах-юбилярах писателя. Сегодня мы хотим познакомить вас с повестью «Солнце в ночи», вышедшей в Архангельском книжном издательстве в 1963 году. В ней рассказывается об одной из первых русских полярных экспедиций, подобной тем, которые возглавлялись замечательными нашими учеными и путешественниками Георгием Седовым, Владимиром Русановым, Георгием Брусиловым. Иностранные хищники не раз пытались утвердиться на заполярных землях, исконно принадлежащих России. Но русские моряки и полярники вместе с ненецким народом героически отстаивали родные острова и побережья. На имя знаменитого русского путешественника Чихонина пришел из Петербурга секретный пакет. В нем сообщалось, что к малоизвестному русскому полярному острову Новому тайно направляется иностранное судно с неизвестными целями. Немного позднее иностранцев прибыла на остров и русская полярная экспедиция. Главный герой повести Алексей Холмогоров деятельно участвует в экспедиции, исследует остров Новый, дружит с ненцами, помогает им в борьбе против ученых-захватчиков Крейца и Барнета. Почему иностранцы опасались встретить русских людей? Для чего фокусник Крейц решил похитить ненцев, юношу Санко и девушку Нанук? Книга даст ответы на эти вопросы. Знакомясь с повестью, читатель вместе с ее героями, начальником экспедиции Чихониным, матросом Холмогоровым, молодым талантливым художником-ненцем Санко Хантазеем переживет немало увлекательных приключений на далеком заполярном острове. Прототипом Санко Хантазея стал художник Тыка Вылка, с которым Каковин познакомился в 1929 году. В фондах нашего музея есть фотография, на которой Евгений Степанович запечатлен вместе со Степаном Писаховым и Тыкой Вылкой. С именем Тыка Вылка связана замечательная история освоения Заполярья. Предлагаем послушать первую главу этой увлекательной книги и узнать, как молодому матросу Лешке Холмогорову удалось попасть на шхуну Святая Ольга и отправиться в далекое полярное плавание. Итак, глава первая. Добрая встреча! На рейде многоводной реки против морской свободы стояла небольшая парусно-паровая шхуна. Невысокие борта ее с тройной дубовой обшивкой и бесчисленными металлическими креплениями были изрядно обшарпаны. Должно быть, этот двухмачтовый кораблик побывал во многих штормовых и ледовых передрягах. И все-таки он сохранил гордый и осанистый вид. У борта шхуны приплескали плясывала на волнах худобокая шлюпка. Жизнь на палубе маленького корабля как будто замыла. Не было видно ни одного человека. Совсем молоденький паренек сидел на печали и смотрел на одиноко покачивающуюся шхуну. Пожалуй, ему было не больше 16-17 лет. Синяя матросская куртка размера вовсе немалого, была ему явно тесновато. Да и аккуратно залатанные и тщательно смазанные сапоги вид имели внушительный. Парень был светловолосый широколец. Синие глаза, взгляд которых устремился к шхуне, тосковали. Парень знал название этой шхуны – Святая Ольга. Он также знал, что она должна отправиться в далекое полярное плавание. Шхуна появилась здесь, около морской слободы только вчера, отдав якоря на рейде. Вот бы ему попасть в такую экспедицию. Но об этом он не мог даже мечтать. Кто возьмет мальчишку, да еще и без рекомендаций. Доброй репутации у солидных и богатых людей в морской слободе Лешка Холмогоров отнюдь не пользовался. А тем, кто его хорошо знал и любил, ни один начальник, ни один капитан не поверит. Святая Ольга уйдет, как уходят из морской слободы многие другие пароходы, шхуны, боты, а он, Лешка Холмогоров, останется. И опять ему придется заниматься пилить и колоть дрова, чистить сапоги и ботинки у случайных заказчиков. Два дня назад Алеша Холмогоров похоронил свою мать. И хотя в морской слободе у него было много друзей, среди моряков, рабочих и ребятишек, сейчас он чувствовал себя очень одиноко. Сейчас ему хотелось уехать. Лучше бы уйти в море. Неожиданно Алексей услышал совсем по близости резко требовательный звук ручной сирены. Он не был трусом, но все-таки чуть строгнул и беспокойно оглянулся. По причалу ходил высокий, уже немолодой человек в форме морского офицера. Алексей Холмогоров был сыном погибшего моряка торгового флота. Он очень любил отца и его морскую профессию. А погоны, даже погоны военных моряков, его никогда не интересовали. Ну что же здесь делает этот офицер? Очевидно, сигналом сирены он вызывает шлюпку за шхуны. Интересно, что ему нужно на шхуне? Шхуна молчала. Шлюпки не было. Офицер шагал по причалу и, видимо, нервничал. Как-то даже не думая, Холмогоров поднялся. «Господин», — сказал он смело, — «вам нужно на судно? Хотите, я вас вмиг туда доставлю?» Офицер недоверчиво посмотрел на Алексея. «Начем?» — спросил он. «Найдем», — спокойно ответил Алексей. «Попробуй», — согласился офицер. Своя шлюпочка стояла далеко, а у Алексея, конечно, не было денег, чтобы нанять водку. Но у него была добрая душа и множество знакомств в морской слободе. Он легко договорился с одним из рыбаков о карбасе. Минут через пять карбас был у причала, а еще через десять офицер уже поднялся на палубу шкону. «Поднимись на минутку», — сказал офицер Алексею. «Хочет расплатиться», — подумал Алексею. Он охотно и легко забрался по шторм трапу на шкону. Плату за такую мелкую услугу он, конечно, брать не собирался. Просто ему хотелось побывать на марту шконы. Офицер действительно вынул из кармана серебряный рубль и протянул Алексею. Это была сверхщедрая плата. А как она была нужна Алексею, у которого не имелось даже грушика? Но он покачал головой и сказал, «Нет, спасибо. Мне только бы хоть глазком взглянуть на судно». Офицер должно быть понял гордость и зависимость паренька. «Возьми», — сказал офицер. «Очень просто и ласково. Ну, не за работу, а просто так, на память. Ты кто будешь?» Я узнала с Алексеем. «А черт не знает кто. Но все-таки здешний Алексей Холмогоров. И чем занимаешься?» «Да ничем», — у него равнодушно ответил Алексею. «Как же это понимать?» Офицер заинтересованно посмотрел глаза парня. «Чем кормишься? Чем попадет? Плавать хочешь?» «Еще бы!» Глаза у Алексея расширились. «А вдруг?» «Да только кто меня возьмет?» «Возьмем я. Экспедицию. Влеко, на всем. Согласен». Алексей усомнился. Нет, он просто не поверил офицеру. «Может быть, подумаем?» — весело спросил офицер. «Что думать?» Алексей вдруг почувствовал доверие к этому человеку. «Такой не может шутить так жестоко. Но меня никто не возьмет. А я в голову». Алексей наклонил голову. Его охватила страшная обида. Он ничем не сможет доказать, что будет работать на судне не хуже любого другого матроса. Хотя ему всего 16 лет. И вдруг он услышал. «Я понимаю тебя. Ты поедешь со мной. Я начальник экспедиции. Моя фамилия Чихонин. Слышал?» Алексей словно обезумел. «Да, конечно же, он слышал фамилию знаменитого русского путешественника». С ним разговаривал человек, которому Нансин и Амутсин, наверное, с уважением пожали бы руку. Алексей поднял голову. Сейчас он гордый и независимый, хотя почти нищий, готов был опуститься на колени. Перед ним стоял человек, который обещает взять его, Алексея Хромокорова, в далекие неизведанные края. «Я понимаю тебя», — повторил Чихонин. «Я видел, как ты управляешься сходкой, умеешь отлично внести, не боишься волны. Мне как раз такие нужны. Ты бывал в море?» «Бывал. А это уже и совсем хорошо». Чихонин подумал и сказал. «Ты здесь дома. Сейчас отведешь карпас и к вечеру возвращайся на школу». Чихонин выслал Вахтинова и приказал вместе с Алексеем выехать на берег. Спустя несколько минут два матроса шхуны Святая Ольга, один из них был Алексей Хромокоров, отбуксировали карпас к берегу и возродили его владельцу. Вот так все и началось. А об увлекательных приключениях героев на далеком Заполярном острове вы узнаете, прочитав повесть до конца. Эту и другие книги замечательного архангельского писателя вы можете взять в нашей библиотеке. В последние годы жизни Евгений Степанович говорил «Я писатель немногословный, экономный. Я не умею писать большие произведения. Его литературное наследие невелико. Все книги Евгения Каковина могут уместиться на небольшой книжной полке». Но он всегда говорил «Лучше написать непростительно мало, чем непростительно много». Книги Евгения Каковина оставляют в душах своих маленьких читателей то, что делает их чище и добрее. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok